Привет, мои дорогие любимые, с вами снова Элина, и сегодня у нас очередной влог, и я бы хотела немножечко взять эту тему здоровья, а точнее, это будет актуально для тех, кто переболел ковидом. Например, моя подружка, лучшая, которую все знаете, она всё время жалуется, что у неё выпадают волосы, или что у неё сердцебиение, или что она стала быстро уставать, и так далее. На самом деле, много кто из моих родных и близких людей жаловался, и просто знакомых, на то, что у них какие-то постковидные такие вот есть проявления. И недавно я познакомилась с одной женщиной, её зовут Ирина, она, сейчас не забрать, как это называется, биорезонансный диетолог, для меня это что-то новое было, поэтому было интересно посмотреть. В общем, она проводит консультации, кстати, символическую достаточно плату в 500 рублей, помогает вам составить ваш личный план восстановления после ковида, скажет, сколько вам будет нужно времени, чтобы восстановиться. Например, их трёх продуктов она вам расскажет, вообще нужно вам их употреблять или нет, потому что некоторые продукты пагубно влияют на наш организм и замедляют восстановление. У неё очень большой опыт работы в этой сфере уже 15 лет, поэтому она вызывает доверие по возрасту, кстати, плюс-минус, как моя мама. Так что, кому интересно, оставлю ссылочку в описании на её видео, первое, посмотрите, чтобы вы поняли, что это вообще такое, на её канал. Ну, и вы можете также по ссылке записаться на её консультацию, ссылочка в описании, а мы с вами продолжаем это видео. Всем здоровья, кстати. Всем добрый, что у нас там день? От Линочки с прыщом на лбу и от Торвяшечки. Я хотела с вами, знаете, насчёт чего поболтать. Так, я решила присесть около стеточки красивой, тут немножко темно, но, короче, не умею я маскировать эти дурацкие прыщи. Кстати, я вам что-то говорила, но скажу ещё раз, у меня вот здесь пигментное пятно. Я раньше всё время думала, почему я так плохо растушевываю контуринг, а потом выяснилось, что это не контуринг, это пигментное пятно. Вот здесь у меня, видите, такое тёмное пигментация и это прыщ. Короче, я не знаю, я что-то пришла какими-то прыщами. Блин, я на час раньше пришла. Посмотрите, какая сладость. Ну, ты почти такая просто сладкая сладость. Продолжаем. Я пришла помогать, просто я казала, что перепутали мы время, я на час раньше пришла. Ну, в общем, что я хотела сказать? Я хотела сказать совсем не про прыщи, а про то, что, знаете, я заметила давно, уже, что, в общем, хоть на твоём фоне я не такая большая выгляжу. Может, я когда начну говорить или нет? Наверное, я уже всех выписала. В общем, я начинаю уставать. Я не могу, короче, сидеть на одном месте слишком долго. Я имею в виду какой-то там город, например, да? Потому что мы с Ксюшей постоянно гуляем, мы думаем, куда идти. Мы не знаем, куда пойти погулять, потому что мы знаем почти все места, которые, ну, типа знаем все места, которые вокруг нас. Идти куда-то там вообще далеко, куда-то ехать, чтобы гулять в городе как-то не очень хочется. Короче, просто вот я устаю от одних и тех же мест, от одних и тех же дорог, по которым ты ходишь. Я помню, когда я училась ещё в колледже у нас музыкальном, я просто ненавидела эту дорогу постоянно одну и ту же в колледж. Насчёт школы я что-то уже даже не помню, наверное, было примерно то же самое. Короче, я устаю, когда вот какое-то долгое время ты постоянно ходишь по одним и тем же местам. И в Озёрске, видимо, уже сколько я, три месяца тут сижу, наверное, я уже прям понимаю, что я устала от одних и тех же дорог, мне лень по нему ходить. И то, что лень, я хочу как-то правильно это сказать, но типа скучно по ним ходить. Меня вдохновляют вот какие-то места, которые типа неизведанные, да, какие-то новые, где можно найти что-то новое, увидеть. Вот, а когда дороги одни и те же, и ты по ним постоянно ходишь. Короче, такая вот рутина, конечно, это не совсем моё. Вот, хочется всё равно, конечно, побольше путешествовать, открывать какие-то новые места, что-то новое снимать интересное. Поэтому, наверное, мне не вдохновение что-то снимать, потому что мне кажется, что всё одинаково, всё одно и то же. Всё уже на 100-500 раз снято, всё уже всё видели. Большинство людей, наверное, сами так же живут в России, им это вообще не особо интересно. Поэтому, у кого так же? Кто так же устает от местных и тех же, от дорог? Кому хочется открывать какие-то новые дороги для себя? Короче, надо уже путешествовать, пора уже настала. Я как раз год назад была в Турции. Вот, пора-пора, товарищи мои. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Тело мягкое, а есть вот такие, но объемные дороже. Это же волосы. Надо же, я думала, она целиком. А это с чем? Привет, друзья. Классное время для съемки. Я, как всегда, выбрала. Хотела показать сегодняшний аутфит. Сегодня я себе сделала кудряшки. Кудряшки, а еще, как обычно, знаете, опять не могу себе найти темный тональник. Опять проблема. Блещу. Вот. Не продает ли у нас съемок наликов. А вообще, мне, конечно, не хватает сатисфекшена в жизни. Потому что вот я по себе вижу, что я как-то не цвету, знаете, вот. Не считая прыщей. Как-то хочется цвести. Радоваться. Сиять. Вот. Чтобы глаза блестели. Что-то не хватает. Знаете, что-то не хватает. Что-то еще тональный повороток теперь у меня какой-то темный. Короче, у меня куча тональников в Голландии ждет меня. Я пока что здесь. У меня все светлое. Хотела купить что-то темное. И что-то какая-то туфта одна. Вот знаете. Ну, потому что у нас, конечно, все светлокожие. Видимо, они актуальны и не возят. Вот. У нас выходные. Кстати, завтра Пасха. Всех с наступающей Пасхой. Кто отмечает. У нас очень красиво куличики на малины сделала. Покажу вам попозже куличи. Вчера отмечали два года Ленечку. Такие новости. Есть еще одна новость, но пока что не хочу ее говорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, мои дорогие. Я такая блестященькая уже, потому что у нас уже 12 ночи. Хотела с вами немножко поговорить. На самом деле у меня вечер какой-то такой, знаете, какой-то очень благоговийный. Это слово хорошее, но звучит не очень. Не знаю, как его назвать. Водушевеленное настроение вдруг у меня появилось. И знаете, оно появилось из ниоткуда. В общем-то я сейчас хотела просто записать, пока я была в этом настроении, но меня немножко уже подотпустило. Но тем не менее, короче, я сейчас вот много времени уделяю. Даже мама сказала слишком много. Так как обычно мне пропадает голос, как я решила создать видео. Короче, много видео уделяю медитациям, все, что связано с энергией, законом притяжения и так далее. И сегодня посмотрела одно хорошее видео. Мне нравится этот Шри Акашина, или как-то его зовут, короче, мужчина. Вот у него много медитации, но это на английском языке, кто понимает. Вот, всем советую. И я сегодня посмотрела такое видео. Я часто смотрю видосики, когда хочется что-то такое послушать интересное. Тоже мне они довольно как-то отдаются во мне, скажем так. Она сказала три слова, о которых не нужно говорить, которые мешают нам в том, чтобы у нас все получалось. Все наши визуализации, мечты и так далее. И притяжение наше. Короче, вы поняли. Значит, первое слово это надеюсь. Надеюсь, хочу и но. Про слово но, мне кажется, все понятно, да? Что люди часто говорят там, я сделал вот это, но. Но как будто уже сомневаешься, сомневаешься в своем действии. Короче, сомнения. Это дает сомнения. Слово «хочу» также, да? Например, там, о, я хочу поехать туда-то. Я хочу купить это. Значит, ты не уверен в том, что ты это будешь делать. А пока что только, опять же, какие-то сомнения, да? Вот. И вот больше всего на меня произвело впечатление. Слово «надеюсь». Потому что я помню, когда я в том году, или позатом еще, когда была пандемия, когда у меня не получилось поехать в Голландию, да? Потому что мне не дали визу. И меня спрашивали парни, я тогда сидела на знакомствах, когда ты приедешь? Я говорила «надеюсь, что тогда-то». Там «надеюсь, что тогда-то». Вот. И сейчас, когда меня что-нибудь люди спрашивают, я тоже иногда думаю, а как ответить? «Надеюсь» или писать, что вот так-то. Ты, знаете, как раз про это вздумалась. Как правильно говорить, чтобы все получалось? Вспомнила тот момент, когда я говорила вот «тогда, когда-то», да? «Что я надеюсь». Как бы действительно я чувствовала какую-то неуверенность, когда я это проговаривала. Как раз мне как будто, знаете, нужен был ответ. Нужно ли говорить «надеюсь» или «нет». И вот это слово было первое в этом видео, что не нужно говорить «надеюсь», что опять же вы сомневаетесь в своих силах, вы сомневаетесь в том, что это произойдет. И сомневаться не нужно. Конечно, люди там скажут. Думаю, даже мама моя тоже сегодня вам сказала, что как можно не сомневаться, никогда не знаешь. Но это, конечно, у многих людей такое вот понятие. И, конечно, что такое дурацкое у меня? Волосы легли. Какая-то дико-принцинная, блин. Что ж такое? Короче. Что-то какое-то странное видео. В общем, не нужно сомневаться. Нужно быть уверенным, что все получится. Когда ты уверен, что все получится, с этим живешь, радуешься, то спокойно к этому относишься. Все равно как все получается. Так или иначе, в лучшую сторону все идет. Так вот, у меня сегодня было какое-то опять непонятное настроение. У меня сейчас часто бывает такое настроение. Не то, чтобы плохое, но реально непонятное. Знаете, я понимаю, в принципе, причины этого многие. Но, тем не менее, не всегда сразу знаешь, как с ними бороться, с этим настроением. Так вот. И я уже который день хочу послушать видео Алины Солоповой. Тоже я уже не раз, помню, про нее говорила. У меня медитация несколько есть хорошая. Мне очень нравится такая девочка. Мне кажется, она молоденькая. Или она просто такая baby face. Но она все равно молодая девушка. И у нее редко видео выходит. Но очень такие всегда вот прям одухотворенные, умные, такие приятные, легкие, душевные. Я не знаю, мне очень нравится. Вот. У меня там довольно же под 2 миллиона подписчиков тоже. Тоже. Вот. Ну, как у того. У Шри Акашина или Сри Акашина. Шри Акашина. Короче, не стать важным. Ну, ладно, важно. Но, короче, я не знаю, как правильно произносить имя в общем. Я посмотрела ее видосики. У нее не так прям их много, но достаточно. И девушка это тоже, на самом деле, очень мотивирует. У нее много видео таких, когда не знаю, что делать. Как с пользой провести время. Как найти себя. Ну, короче, как, не знаю, там, ну, поддерживающие видео, короче, такие душевные. Какие-то полезные, знаете, с советами с какими-то. Очень мне нравятся душевные. Я посмотрела парочку-троечку, наверное, ее видео сегодня. И как-то мне стало лучше на душе. Она вот советует практику. Ну, в принципе, это то же самое, что визуализация, да. Как-то там она у нее называется. То есть просто включить какую-то любимую, приятную музыку, радостную для тебя, да. Как-то воодушевляющую, такую типа дрими. Говоря по-английски, да, называю. И посоветовала три композиции там она. И все их я знаю. Это моя любимая группа M83. Вот. И я включила музыку этой группы. Вот. Сейчас, кстати, есть новая такая тема на Яндекс.Музыке. Точнее, она не новая, но я ее только для себя недавно открыла. Это искать... Я не знаю, как по-русски. У меня она пишет англоязычный. Как бы английский язык стоит на телефоне. Типа Station by the Track. Короче, Station by the Track. By the Track. Как это правильно? Короче, ну, он показывает похожую музыку, похожим стилем. Вот. И я так вот и сделала, собственно говоря, на песню этой группы. И вот я весь вечер слушала, похоже, всякие такие дрими, мечтательные композиции. В общем, такое у меня стало сразу настроение. Приятное очень. Как-то настроение поднялось, знаете. Вот. И еще мне прислала Елена, девушка, донат. Вот, знаете, вот, когда приходит донат на Сбербанк, да, все время хочется ответить. Но я не могу ответить, потому что это Сбербанк. И нельзя ответить на сообщения, насколько, по крайней мере, знаю, которые присылают тебе вместе с деньгами. Что очень печально, что я не могу ответить. Потому что я всегда в такие моменты, это, как я уже говорю, всегда очень неожиданно, всегда очень приятно. Я начинаю прям реально волноваться. И как-то это всегда так очень вовремя. Потому что у меня сегодня как раз сорвалась сделка на коворке рекламная. Я думаю, вот блин. И здесь такого сюрприза было очень приятно. Поэтому спасибо вам, девчонки, что про меня не забываете. Иногда вы так меня радуете. Это очень приятно сегодня было. Вот. Я уже написала спасибо в Инстаграме. Записала. Но я не знаю просто, где кто меня увидит, кто еще сидит еще в Инстаграме. Поэтому спасибо. Вот такой сегодня какой-то в итоге получился приятный вечер. Я поняла, конечно, что очень многое зависит от нашего настроя на все это дело. Нужно самим настраиваться. Вот Алина очень классно говорит такие вроде простые вещи. Но правда, что действительно не нужно проигрывать кучу ситуаций в голове. Потому что никто не знает, как она на самом деле. Та или иначе ситуация будет. Вот. Много всяких у нее было мыслей. Я уже не помню. Но в общем, что нужно каждый день делать маленькие шишки. Что ничего не делать. Это даже может быть еще сложнее, чем делать что-то. Типа, пока ты ничего не делаешь для достижения своей цели, это еще сложнее. Что-то такое она говорила. Я поняла, что это правда на самом деле. Потому что у меня были дни, когда я, мне кажется, как будто очень бездействую. И таких дней, возможно, даже много. Ну как, я не бездействую. Я делаю какие-то вещи, казалось бы, да. Но, может быть, они не настолько меня приближают к цели, насколько я могла бы делать что-то, чтобы меня ближе приближало к моим целям. Вот. И, короче, я не знаю. Я вот послушала ее видео, которое мне сегодня, которое мне хотелось послушать. И мне как-то очень это отозвалось. Всегда отзывается, в общем, ее видео, на самом деле. Вот. Она уже несколько раз восхождение делала на горы, короче. Ну, молодец. В пешие какие-то походы отправляются. По-моему, она живет, говорит, в Германии. Короче, очень классно. Посмотрите. Вот. И... В общем, вот так я сама себя сегодня, ну, при помощи других людей, конечно, вдохновила. Хотя, вот, был вроде обычный день. Как-то ничего такого интересного мне показалось. Вот, про благодарность тоже. Она, знаете, рассказывает вещи, которые все, как бы, знают, но каким-то более таким языком понятным и вдохновляющим. Вот. Поэтому хотела с вами поделиться таким вот настроением. И я аж что-то сегодня такая была какая-то взбудоражена в хорошем смысле, что у меня аж голова забылила, блин. Вот. Сегодня хотели погулять. Начался дождь, блин. Они не пошли гулять. Вот. И сейчас буду потихоньку собираться спать. Вообще, очень стали во мне также, вы знаете, в визуализации сейчас отзываться больше, чем медитация, аффирмация. Стало прям кайфовать от того, что я представляю то, что я хочу в своей жизни. И, ну, не знаю, прямо получаю большое удовольствие от визуализации. Вот. Так что тоже советую. Я в основном все это делаю вот англоязычное. Вот. Ну, у Силы Мысли тоже есть классные видосики на визуализации, нет, не визуализации, на аффирмации, на медитации. Но вот на визуализацию только я могу посоветовать англоязычные. Короче, вот. Такие дела. Всем спокойно ночью. Завтра-завтра буду снимать какой-нибудь для вас видосик. Я же знаю уже какой. Надеюсь, было интересно послушать меня сегодня. Я думаю, что я буду заканчивать это видео, этот влог. До следующего влога. Всех люблю целый день. Пока. Час.